Коллеги, рядом со мной Руслан Соловьев, спикер нашей деловой сессии сегодня. Здравствуйте, Руслан. Добрый день. Давайте немножечко расскажем, какая бизнес-сессия, какая тема, что было интересного. Сегодня у нас сессия была посвящена вообще развитию ритейла в России, какие потребительские предпочтения, как они меняются в зависимости, как категории распределяются и вообще все-все-все, что связано с цифрами ритейля. Цифры это оставим профессионалам. Давайте в двух словах, может быть, какой ритейл будущего, завтрашнего дня? Ну, если насчет завтрашнего дня, не могу ничего сказать, а вот насчет будущего, там, 23-25 год, можно что-то поговорить. Самое основное то, что форматы торговли меняются, всякие гипермаркеты уже давно падают, об этом ничего, но сегодня как раз я рассказывал о европейских форматах гипермаркетов, которые растут, процветают, не то что лента наша, которая чуть-чуть стагнирует. А форматы что? Онлайн, дискаунтер, как есть. И, конечно же, Convenience Store, мой любимый формат, который я обожаю по всему миру, он набирает обороты к 25-му году в России. По данным ГФК и Инфолайн, специалисты, как объединенный формат, помимо туда входят и AlcoStore, и молочники, и всякие хлебные, они будут занимать примерно 25% рынка. И вот это уже, конечно, тренд прям суперский. Здорово. Расскажите, насколько была интересна дискуссия, может быть, кто-то был не согласен с экспертизой, не согласен с теми прогнозами, которые давались? Да, были несколько торговых сетей, которые работают в небольших локациях, и говорят, из 100 тысяч населения у нас 40 тысяч идут пенсионеры и 20 тысяч детей. Типа, какое вы там говорите? Ну, к сожалению, как я ответил, 20 тысяч детей, которые сейчас дети, через 5 лет они станут достаточно хорошим покупательским, вообще трафиком в его магазинах. И как нужно меняться, и что нужно делать, и как нужно социализироваться в интернет-пространстве, вот об этом мы сегодня говорили, ну, по крайней мере, ответа я не получил, может быть, он и согласился, что нужно входить в интернет, нужно себя показывать не как производитель только в социализации интернета, но и как и сеть, что вы там есть, мы в ТикТоке, мы в сошел коммерс, мы в лайвстрим. Мы сегодня говорили еще о многих европейском опыте, уже русского опыта продуктовых магазинов, которые выходят в социальное пространство, вот этот, да, в ТикТок, в Инстаграм и Фейсбук. Фейсбук как раз открыл возможность делать шоппинг внутри приложения, поэтому, ну что, круто в этом в целом. Как бы движемся в направлении, где уже Китай 300 миллиардов долларов делает ежегодно. А мы только начинаем. Только начинаем, надеюсь, все-таки с успехом пройдем этот путь. Такой вопрос. Всем понятно, что будущее за соцсетями, что ТикТок главенствует и так далее, помогает быстро раскрутиться, но в ритейле, если, например, если пока не завел, например, перекресток, завел себе ТикТок. Это просматриваемый ли контент, да, что он какой-то плюс как таковому перекрестку, или в принципе это просто поддержание трендов, не более того? Значит, поддержание трендов, это в основном точно, да. Но второе, есть прекрасная сеть слата, все прекрасно знают о ней, такая оригинальная сеть, но большого формата. У них есть прекрасная сеть ТикТокерша, продавец, которая собирает тысячи подписчиков, которая демонстрирует, то есть она как блогер, то есть на нее подписан весь город. И когда она в один прекрасный день, а давайте соберемся в магазине, и пришло кучу сотен народу, то есть магазин пришлось закрыть, потому что куча народу, и представляете, через два месяца ТикТок условно открывает возможность лайвстрим и покупок. Она всего лишь говорит, ребят, а у нас сегодня вот это, и у них сразу же взлетит. Я просто говорю, что в любом случае в социальном пространстве уже надо быть всем маленький, большой, потому что в ближайшее время у нас откроется возможность зарабатывания денег вот на этом канале продаж, который входит в онлайн структуру. Это нужно. И Перекрестку, и Мнека Градусом, и Слате, и небольшой сети из двух магазинов, которые прекрасно могут рассказывать о своем продукции, которое не похоже ни на что, ее больше нигде не купить, просто рассказать с любовью, что это, а может быть наоборот, рассказать, как я планирую. Вот у нас 200 бутылок вина, которое произведено всего в мире. Вы можете заказать его онлайн через наш сайт, в магазинах вы его не купите, но только первые 200 покупателей. Стоит это там 5 тысяч рублей, да оно разлетится, как пирожки, за один день. Ничего себе. Самое главное, я так понял, что можно маленьким сетям немножко подождать, не делать свою онлайн-полочку, а можно дождаться, все выложить в ТикТок и на серваках китайцев спокойно делать продажи. Нет. В любом случае, в любом случае, нужно иметь свой сайт, но без этого никак. Вот мы сейчас меняемся, там с марта мы открываем свой огромный сайт, обновленный, классный, красивый. Конечно, ТикТок будет привязан изначально к сайту, потому что в России, к сожалению, запрещено покупать в приложении, но это будет открыто скоро. Ну как скоро, в течение года его откроют. В Америке, в Европе уже можно покупать прямо с Фейсбука. А сейчас ты можешь высуять цены, рассказать, но когда ты говоришь «хочу купить», он тебя направляет на сайт. То есть в любом случае, сайт, конечно, нужен. Но ты можешь сайт сделать в ВК-шоп, например, ты можешь сделать свой сайт за бесплатно, ну, практически недорого, а в ВК, ВКонтакте там 48% всего русского Рунета посещает. Поэтому, открыв там, а в ТикТок вся молодежь, они просто перейдут на сайт ВК, купят, что хотят, оплатят и вперед. Замечательно. Все ближе к народу, все ближе к покупателю и проще делать покупки. Наверное, это замечательно. Спасибо вам за интересное общение. И надеюсь, в встрече в следующем году вы расскажете нам про новые супертренды, которые нас ожидают. Хорошо. Все, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!